При оценке недвижимости считается, что ее месторасположение – самый главный фактор. В этом аспекте Украина – самое большое государство в Европе, одна из стран с самым выгодным расположением, может играть важную роль в качестве международного транспортного узла. Украина обладает одной из самых протяженных железнодорожных систем в Евразии, а ее транспортные возможности превосходят только Китай, Индия и Россия. Страна находится на перекрестке основных транс-европейских коридоров, объединяющих Восточную и Западную Европу, а также Прибалтику и Черноморский регион. Украина также обладает достаточным потенциалом, чтобы стать авиатранспортным транзитным центром. После спада 2014-2015 годов авиасектор быстро восстанавливает утраченные позиции. В первой половине 2017 года авиакомпании, занимающиеся внутренними перевозками, показали рост 28%. Международные авиакомпании 23%, что превышает средние темпы роста в Европе. Однако плохое состояние транспортной инфраструктуры, устаревшей технологией, а также глубоко укоренившейся коррупцией удерживают транспортный сектор страны от прорыва на пути завоевания заслуженного места на карте европейских маршрутов. Но надежда остается. В апреле 2017 года украинское правительство объявило о том, что составлено новое ведение, которое позволит модернизировать все транспортные объекты страны и реформировать процедуры системных операций для внутренних и международных пассажирских и грузовых перевозок. Несомненно, министр инфраструктуры Украины Владимир Умелян прав, акцентируя внимание на том, что стратегия будет успешной только в том случае, если в стране произойдут изменения, если будет проведена эффективная борьба с коррупцией и монополиями. Но тем не менее реальный прогресс уже заметен. Вот шесть достижений в сфере развития транспортной системы в Украине. Первый. Украину и ЕС скоро соединит Бекситский тоннель. В начале октября 2017 года строительная компания «Интербутмонтаж» объявила, что первый этап строительства нового тоннеля через Карпаты завершен. Через Бекситский тоннель проляжет новый двухполосный железнодорожный путь между Украиной и ЕС. Он станет частью пятого общеевропейского коридора, который пройдет через Италию, Словению, Венгрию, Словакию, Украину и Россию. Бекситский тоннель обеспечит быстрый и безопасный путь для транзита поездов. Строительство тоннеля началось в конце 2013 года и должно быть завершено во второй половине 2018 года. Второе. Местные аэропорты стали принимать международные рейсы. В 2015-2016 годах некоторые украинские аэропорты существенно усилили свои позиции. Международный аэропорт Винницы утроил объем пассажирских перевозок, завершив в 2016 году реконструкцию терминала взлетно-посадочной полосы. Международный аэропорт Кривой Рог и аэропорт в Ивано-Франковске увеличили количество рейсов. Пассажиропоток возрос примерно на 400%, благодаря государственной поддержке и популярности чартерных рейсов в Израиль, Италию, Грецию и Турцию. Еще один признак того, что украинские авиалинии восстанавливают свои позиции. Недавний запуск прямых рейсов Киев до Ха-Киев. Компания Cater Airlines, состоявшаяся в сентябре. Выход на рынок этой элитной авиакомпании говорит о том, что все большее число украинцев готовы покупать дорогие туристические услуги. Неудачная скандальная попытка недорогого оператора Ryanair зайти в Украину, еще не означает полный провал. Эксперты прогнозируют, что сделка к концу 2018 года будет заключена, поскольку ни один перевозчик не упустит возможности работать в стране с огромным потенциалом, который создал безвизовый режим СЕС. Рост присутствия европейских авиакомпаний бюджетного уровня также будет означать конец монополии крупнейшего международного перевозчика в стране – Международные авиалинии Украины, а также обеспечит справедливые цены и лучший уровень услуг авиакомпаний, работающих в Украине. 3. Присоединение главной украинской водной артерии Днепр к европейской транспортной системе. Река Днепр может вскоре стать судоходной, что позволит дешевле и быстрее перевозить грузы через Украину. Однако сегодня сектор речного транспорта занимает менее 0,9% транспортной системы Украины из-за географии рек и критического устаревания инфраструктуры. Украина, Беларусь, Турция и Польша обращаются в Европейскую комиссию с просьбой включить их в трансевропейскую транспортную сеть. Обновление судоходства на дне проявляется одним из приоритетов нового проекта «Национальная транспортная стратегия Украины-2030». 4. Строительство нового шелкового пути. Только в 2016 году украинский государственный железнодорожный перевозчик «Укрзалезница» перевез более 440 миллионов пассажиров и 443 миллиона тонн грузов. Однако цифры не соответствуют растущим потребностям страны. Для решения этой проблемы «Укрзалезница» начало переговоры об основании совместных предприятий с китайской «Детан Электрик Локомотив Плэнт» и американской «Дженерал Электрик». 5. Реконструкция Южного порта. Главного украинского Черноморского порта. Украина стремится к созданию новых торговых путей для транспортировки экспортных товаров. А это означает максимизацию использования и пропускной способности объектов, обслуживающих грузовые перевозки, в протах Черного моря. Основные проблемы морских портов Украины, а также ее речных портов, это устаревание технологий и плохая инфраструктура. Но изменения в этой области уже происходят. 6. Реконструкция смертельно опасных украинских автодорог является главным приоритетом на 2018 год. Сеть основных трасс Украины соединяет все крупные города и обеспечивает функционирование трансграничных маршрутов соседней страны. Общая протяженность международных автомагистралей, проходящих под территорией Украины, превышает 8600 километров. Однако крайне плохое состояние украинских дорог является одной из причин, по которой они получили оценку худших в Европе с самым высоким уровнем опасности. Одним из основных недостатков новой стратегии является отсутствие раздела, касающегося развития велосипедного движения. Несмотря на то, что рекламный образ мэра Киева показывает его верхом на велосипеде, в Украине ездить на велосипедах крайне опасно. Украина – европейский лидер по количеству дорожно-транспортных происшествий, и 43% жертв – пешеходы и велосипедисты. Поскольку количество велосипедистов и услуги по прокату велосипедов постоянно растет, растет и трагичная статистика. У страны нет другого пути развития, кроме как провести коренные изменения транспортной системы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok